А что если мы случайно сожжём планету? Тут, правда, следом возникает ещё куча вопросов. Во-первых, какую планету? Многие, наверное, сразу подумают про газовые гиганты, например, про Юпитер. Это достаточно популярный вопрос, ведь Юпитер в основном состоит из водорода, а водород делает вот это. А если так сгорит вся планета? Хотя в целом там всё несложно, но и в этом вопросе есть интересные нюансы. Как минимум, очевидно, что до сих пор тот же Юпитер пока не сгорел. Но если нам очень захочется, можно ли сделать так, чтобы он загорелся? Интересно, что эта идея тоже уже рассматривалась, и это может даже быть полезно. Ну, то есть есть некоторые идеи, ну, скажем так, практического применения сжигания планет. Кроме газовых гигантов, похожий вопрос задавали и про Землю. И более того, этот вопрос даже беспокоил учёных, и я сейчас не про глобальное потепление, а про взрыв всей атмосферы вместе с океанами. Итак, что нужно сделать, чтобы поджечь планету? Есть ли риск этого для нас и для планет Солнечной системы? Могут ли во Вселенной быть планеты, которые поджечь намного легче? И зачем вообще планеты поджигать? И что такое стилификация? Обо всём этом и многом другом сегодня и поговорим. Ну, а я Андрей, и вы на канале Космос Просто. Вообще, что я имею в виду под поджечь планету? Ведь под словом «горение» иногда подразумевают разные процессы. Что касается космоса, часто неформально говорят, что водород в недрах звёзд горит, имея в виду термоядерные реакции, хотя на деле эти процессы ничего общего с привычным нам в быту горением не имеют. Возможно, такое неформальное использование слова «горение» по отношению к звёздам приводит к некоторой путанице. Только недавно мне попался комментарий от плоскоземельщика, дескать, а в космосе же нет кислорода, как тогда Солнце горит? Шах и мат шароверы! Ну, вообще, сегодня в контексте сжигания планет мы поговорим о разных процессах, но давайте начнём с самого простого, привычного нам горения. То есть химической реакции, в которой участвуют горючая, скажем, бумага, и окислитель. Как правило, это кислород. В результате выделяется тепло и свет, что мы называем огнём. Хоть мы сегодня говорим и немного о другом, безусловно, во Вселенной есть планеты, оказавшись на которых, мы бы, как один медведь в машине, сгорели. Я, конечно, говорю о планетах, покрытых океанами лавы. Сухое дерево на Земле начинает гореть при температуре от 300 градусов по Цельсию. Но, думаю, для многих из вас не секрет, что есть планеты намного, намного более горячие. Известный пример — планета Корот-7b. Это не газовый гигант, она примерно в пять раз больше Земли по массе, и температура на дневной поверхности планеты может превышать 2000 градусов. На её поверхности могут бурлить океаны лавы, и причины тут как минимум две. Вот вы наверняка слышали про такие названия типов экзопланет, как «горячий Юпитер» или «супер-Земля». Но вот Корот-7b ещё называли «супер-Ио», по аналогии со спутником Юпитера «Ио», на котором действуют сотни активных вулканов. И эта вулканическая активность вызывается приливными силами. Взаимодействие Земли и Луны, и немного Солнца, создаёт в земных океанах приливные волны. На твёрдую породу эффект, конечно, тоже есть, но он слабый и не такой заметный, как приливы и отливы в океане. А вот когда у нас спутник близко к такому гиганту, как Юпитер, там приливные силы такие, что разогреваются недра спутника. Порода плавится, лавэха, а активный вулканизм поддерживается. Мы видим, какой контраст в приливных силах между парами «Земля-Луна» и «Юпитер-Ио». Ну а в случае Корот-7b всё ещё круче, ведь там пара уже планета-звезда. Планета близко к звезде, неприливные силы очень мощные. Ну а второй фактор более очевидный. Опять же, планетка просто очень близко к звезде, и та её сильно нагревает своим излучением. Есть ещё более горячие планеты, вроде Келт-9b. Там температура у поверхности может превышать 4000 градусов. Что даже горячее поверхности некоторых звёзд. Тут, правда, океана лавы нет, так как эта планета-газовый гигант. Планеты бывают горячими, вот это сюрприз. Но я сегодня не о том. Примеры, которые я приводил сейчас, это обычное состояние этих планет, вызванное их близким расположением к своим звёздам. Правда, ещё планеты горячими могут быть, ну, когда они только сформировались. И наша Земля, вероятно, была покрыта океанами лавы миллиарды лет назад. Ну и ещё планета может пережить столкновение с очень крупным телом, вроде столкновения, которое, как сегодня считается, пережила Земля, и в результате которого образовалась Луна. Но это тоже на ранних этапах развития. Мы же сегодня говорим о холодных и зрелых планетах, на которых при обычных условиях не должно быть ада по всей планете. Как я сказал во вступлении, разговор о поджигании планет часто ведётся в контексте Юпитера. И тут часто задают вопрос, вроде, а что будет, если зажечь спичку на Юпитере? Ну, и понятно, откуда этот вопрос берётся. Вот подумайте о какой-нибудь хорошо горящей субстанции. Что вам пришло в голову? Может быть, чистый спирт или бытовой газ? А теперь представьте себе планету, на которой океаны из спирта, а атмосфера из бытового газа. Метана или пропана. Это как на заправке надо будет повесить знак «не курить». Только на всю планету. Ну и Юпитер, да и другие планеты-гиганты в нашей Солнечной системе, это по сути именно такие планеты. Вот состав атмосферы Юпитера с сайта НАСА. Мы видим, что почти 90% это молекулярный водород H2. И что делает водород? Горит! Не случайно я вспомнил катастрофу Гинденбурга, который был наполнен как раз пожароопасным водородом. Неужели, если вся атмосфера состоит из горючего вещества и в одном месте зажечь зажигалку или спичку, то вся планета загорится? Что же будет? Ээээ... Ничего. О чем, думаю, многие и так уже догадались. Если бы целая планета водорода была пожароопасной, она бы уже давно сгорела. Там в атмосфере бывают молнии, и астероиды, и кометы на Юпитер падают, сгорая в атмосфере, так что там есть явление и помощнее спички. И ничего. Не сгорел. Почему? Пока мы говорим о достаточно простых вещах, вот и ответ здесь простой. И вы либо его и так уже знаете, либо могли догадаться, потому что всю нужную информацию я уже проговорил и показал. А именно, как протекают реакции горения, и каков состав атмосферы Юпитера. Ведь кроме горючего, которого на Юпитере действительно сполна, нам еще нужен один важный компонент. Окислитель. Ну и, как правило, это кислород. Да, вообще в качестве окислителя могут выступать и другие вещества. Вон, в ракетных топливных парах окислитель — это не всегда кислород. Но эти вещества в природе встречаются намного реже, если вообще встречаются. Кислород же — это третий по распространенности элемент во Вселенной после водорода и гелия. И вот кислорода в свободном виде на Юпитере практически нет. А для того, чтобы поджечь всю атмосферу планеты, его нужно очень много. В предыдущем астрообзоре я рассказывал о вопросе уровня содержания кислорода в атмосферах планет при поиске внеземной жизни. А еще я упоминал такую штуку, как окно огня. Напомню, что на Земле, чтобы огонь нормально горел, нужен определенный уровень содержания кислорода в атмосфере. И это не меньше 16%, а лучше процентов 18. А вот если бы в атмосфере Земли было больше 35% кислорода, то огонь бы горел неконтролируемо, и горючее бы сгорало, пока ничего не оставалось. Ну и прикиньте, сколько надо кислорода, именно свободного кислорода, а не в составе других соединений, вроде воды или углекислого газа, чтобы спалить всю атмосферу Юпитера. А тем временем в этой разбивке свободный кислород даже не упоминается. Так что нет, конкретно Юпитер, как и другие планеты-гиганты в нашей Солнечной системе, не поджечь спичкой, сколько бы горючего там не было. Еще, кстати, тут можно вспомнить спутник Сатурна-Титан, у которого в атмосфере немалая доля метана, как раз которого у нас на кухне. А еще целые озера и моря из метана и этана. Но там все не сгорает по той же причине. Но почему на том же Юпитере нет или почти нет кислорода, а вот на Земле его вроде полно? Вроде ведь все планеты вместе с Солнцем изначально формировались из одного и того же фрагмента газопылевого облака. Так-то оно так, но планеты потом прошли разный эволюционный путь. Ну и на Юпитере как минимум нет жизни. Ну, насколько мы знаем. Нет растений, которые перерабатывают углекислый газ и выделяют кислород. Ну и с Землей, если мы говорим об обычном горении, ситуация обратная. Получается, у нас в атмосфере полно окислителя, 21% кислорода, но зато нет подходящего топлива. Того же водорода меньше одной части на миллион. А вот если бы замутить планету, где в атмосфере перемешаны водород и кислород, ну скажем, в пропорциях 2 к 1, вот это была бы уже гораздо более пожароопасная планета. Ну и понятно, что тут могут быть еще нюансы, зависящие от условий, вроде температуры и давления, но все же. Далее возникает следующий вопрос. Вот только в нашей галактике, по некоторым оценкам, может быть триллион планет. А могут ли быть в такой куче планеты с огнеопасными атмосферами? Ну, во-первых, мы пока таких точно не знаем. Хотя мы вообще мало что знаем о составе атмосфер экзопланет в принципе. В составе такой атмосферы должно быть много кислорода. Можно подумать, что для этого еще должно быть такое нехилое условие, как наличие жизни, которая сама, если и существует где-то еще, может быть очень редкой. В этом мы, правда, тоже еще не уверены. Но это не обязательно. Могут существовать и другие механизмы обогащения атмосфер кислородом. Ученые, например, рассматривали фотокаталитические реакции воды в присутствии оксида титана. Такой механизм при определенных условиях мог бы даже создать уровень кислорода в атмосфере, сравнимый с земным. Но вопрос ведь не только в кислороде, но в смеси. Чтобы в атмосфере было и горючее, и окислитель в нужных пропорциях. Я не нашел каких-то серьезных исследований и оценок на этот счет, так что здесь можем просто порассуждать немного сами. Ну, и я бы поставил на то, что такие планеты крайне маловероятны. Ведь такая атмосфера была бы очень нестабильной. Один астероид, вошедший в атмосферу, одна молния и... бабах! И несмотря на все то, что я сейчас сказал, были опасения насчет того, что атмосфера Земли может сгореть. И не только атмосфера, а даже океаны. Также есть идея о том, как-таки поджечь газового гиганта. Но тут мы уже говорим о совсем другом горении. В фильме «Оппенгеймер» есть сцена. Если еще не смотрели, то не переживайте, это не спойлер. Ну или, по крайней мере, несущественный. Так вот, там есть сцена, в которой генерал Лесли Грофс обсуждает с «Оппенгеймером» возможность того, что первый в мире ядерный тест Тринити подожжет всю атмосферу Земли. Такие опасения, что взрыв одной ядерной бомбы может, по сути, уничтожить все живое на планете, действительно существовали. И интересно, что появлялись даже десятилетия спустя, после первых тестов. Опасения эти были не только на словах. Вот рассекреченный документ от 1946 года. Это отчет, составленный участниками Манхэттенского проекта. Первый абзац вступления гласит. Взрыв бомбы деления или термоядерной бомбы создает достаточно высокие температуры, которые стимулируют реакцию между атомными ядрами в воздухе. Если будет достигнут или превышен порог зажигания, термоядерная реакция может начать распространяться по всей атмосфере. Звучит страшно. Тем более в официальном отчете Манхэттенского проекта. Вы, правда, могли заметить, что раз он датируется 1946 годом, это уже было после теста Тринити. Ну и мы как будто бы до сих пор здесь. Вопрос, надолго ли? Но отчет, собственно, был призван ответить на вопрос, возможен ли запуск такой цепной реакции при ядерных испытаниях. Но давайте-ка отмотаем время еще на несколько лет назад, а именно в 1942 год. В рамках Манхэттенского проекта разрабатывалась атомная бомба, в основе которой лежали реакции деления. Например, есть радиоактивный или нестабильный уран-235. Если атом урана-235 поглощает нейтрон, то это еще и вызывает вынужденную реакцию деления. И когда атом делится на части, выделяется большое количество энергии. Если в одном месте собрать достаточно, критическую массу, и создать необходимые условия, то можно запустить цепную реакцию деления, которой выделяется чудовищное количество энергии. Это в обычной атомной бомбе. И пока она разрабатывалась, один из участников Манхэттенского проекта, Эдвард Теллер, параллельно работал над водородной бомбой, в которой предполагалось, что взрыв небольшой атомной бомбы деления создаст такие условия, при которых начнется уже другой тип ядерной реакции, а именно реакция синтеза, где атомы не делятся, а наоборот сливаются в новые изотопы и при этом выделяется еще больше энергии. Да, это те самые реакции, что происходят в недрах нашего Солнца и других звезд, и которые позволяют существовать жизни на Земле. Такая термоядерная бомба должна быть еще мощнее. Ну и Теллер задумался, а не может ли вся атмосфера стать такой термоядерной бомбой, когда атомная бомба станет инициирующим зарядом, а вся атмосфера термоядерным зарядом. Еще один участник Манхэттенского проекта Ганс Бетте вспоминал, что на собрании в 1942 году Теллер спросил о том, не может ли в земной атмосфере запуститься термоядерная реакция синтеза между атомами азота с производством кислорода и углерода и выделением огромного количества энергии. Были разговоры о том, что кроме атмосферы могут еще взорваться и океаны. И было бы это катастрофой поистине невиданных масштабов. То есть никого бы и ничего не осталось. Поэтому участники проекта провели расчеты, и уже к моменту теста они считали, что это... Ну, в упомянутой мной сцене из фильма Опенгеймер говорит, что шансы почти нулевые. Другой участник проекта, Артур Комптон, позже говорил, что если бы вероятность такой катастрофы была выше, чем 3 к 1 миллиону, он бы не стал продолжать проект. Но расчеты показали, что вероятность, цитирую, немного ниже. Учитывая, возможный масштаб катастрофы как будто не очень обнадеживает. Но в 40-е обо всех этих рассуждениях публика не знала. А всплыло это все только десятилетия спустя. Сначала в 59-м, а потом в 70-х, когда были опубликованы некоторые статьи с воспоминаниями участников, и еще были рассекречены документы. В отчете 46-го года, который я упомянул, ученые пришли к такому выводу. Цитирую. «Показано, что до какой бы температуры не был нагрет участок атмосферы, начало цепной реакции маловероятно. Потеря энергии через излучение всегда компенсирует приобретенную энергию в результате реакций». Ну и хоть действительно температуры локально в ядерных взрывах создаются огромные, и даже возможен запуск реакций синтеза в специально подготовленной части термоядерной бомбы, просто в атмосфере Земли условия и близко не те, что позволили бы запустить реакцию по всей Земле. Нам нужна не только огромная температура, но еще и огромное давление. Условия, которые существуют в ядре звезды, а не в атмосфере Земли. Можно тут еще вспомнить, как сейчас ученые и инженеры возятся с тем, чтобы запустить и хоть сколько-нибудь долго поддержать реакцию синтеза в реакторах. Ну и опять же, сколько с того времени было произведено ядерных и термоядерных взрывов. И никакая атмосфера не взорвалась. Более того, этого не должно произойти, даже если взорвать весь имеющийся сейчас ядерный арсенал всех стран разом. Эта история немного напоминает страх, который испытывали люди перед Большим Адронным Коллайдером. Точнее, перед возможностью того, что он якобы может создать микроскопические черные дыры, которые всех нас поглотят. Но этого он не сделал, да и не может. А если бы и сделал, то эти черные дыры быстрее бы испарились, чем что-то поглотили. Были и более поздние статьи, написанные, когда физика уже значительно продвинулась вперед. Вроде это и где рассматривалось, может ли такая цепная реакция возникнуть в атмосфере Земли. Тут авторы пришли к выводу, что даже если бы реакции с азотом протекали легче, чем на самом деле, то даже в этом случае при какой угодно температуре взрыва в земных условиях так взорвать всю атмосферу невозможно. Ну ладно, это мы и сейчас. Но как насчет некой гипотетической сверхразвитой цивилизации? Ну или может быть нас в будущем? Возможно ли как-то зажечь всю планету? И зачем это может быть нужно? Вот тут нужно уже поговорить о так называемой стилификации. Что такое стилификация? Ну это процесс зажигания планеты. В общем само название достаточно говорящее. Stellar это звездный. Можно еще вольно перевести как звездификация. Да, понятно. Почему так лучше не говорить? Давайте лучше остановимся на стилификации. Можно зато в обратную сторону говорить не зазвездился, а застелился. Так, о чем я? А, да. Превращение планеты в звезду. Здесь мы землеподобные планеты уже не рассматриваем совсем, а фокусируемся на газовых гигантов. Многие, наверное, слышали, что Юпитер иногда называют неудавшейся звездой. Это, правда, не совсем корректно. Я этот вопрос достаточно подробно рассматривал в видео с космическими мифами. Суть в том, что Юпитер по составу очень похож на Солнце. И там большая часть массы это водород и гелий. Но при этом Солнце звездой является, а Юпитер нет. Ключевая разница в том, что в недрах Солнца протекают постоянные термоядерные реакции синтеза, из-за чего оно светит. А в Юпитере не протекают. Но все дело в том, что Юпитеру для этого просто недостает массы. Поэтому некоторые иногда и говорят, что будь Юпитер помассивнее, он стал бы звездой. Вот и неудавшаяся звезда. Ну, может быть, еще было бы справедливо его так называть. Будь он, скажем, процентов на 50 меньше по массе порога, необходимого для того, чтобы объект назывался звездой. Ну, даже если мы будем очень щедрыми. Запустим, в 2-3 раза меньше. Ну, а на деле Юпитер в тысячу раз меньше по массе, чем Солнце. И раз в 80 меньше по массе самых маломассивных звезд. Так что для того, чтобы в недрах Юпитера, как у звезды, начались постоянные термоядерные реакции синтеза, надо ему не чуть-чуть массы добавить, а еще 79 таких же Юпитеров. Так что уж больно далеко ему до звезды, чтобы называться неудавшейся звездой. Ну, и вот как будто бы наша первая опция. Если мы хотим пофантазировать и не ограничивать себя нашими современными возможностями, и хотим зажечь Юпитер, то нужно его просто сделать массивнее. Достаточно массивным, чтобы он сошел за звезду. На самом деле такой вариант даже в гипотетических сценариях не особо рассматривается. Не сказать, что другие варианты сильно реалистичнее, но все же. Еще есть вариант, который нас возвращает к предыдущей истории. Все же как-то запустить термоядерную цепную реакцию в атмосфере. С Землей вот не вышло. Но ведь тот же Юпитер состоит в основном из водорода. Давление там, особенно поглубже, намного выше. Может все-таки, если добавить много энергии, получится запустить цепную реакцию и поджечь всю планету. В той же статье, что я упоминал раньше, где писали, что с Землей это невозможно, упоминается сценарий, в котором при определенных условиях падение крупного астероида теоретически могло бы поджечь атмосферу и запустить термоядерную реакцию. Хотя такие события были бы и невероятно редкими. Но есть гораздо более экстравагантная идея. Как насчет того, чтобы поджечь Юпитер с помощью микроскопической черной дыры? И такой сценарий рассматривается в этой статье. Во-первых, очевидный вопрос. Зачем? Возможно, вы уже успели прочитать название статьи, в ней, собственно, и содержится ответ. Идея вот в чем. О системах планет-гигантов с их множеством спутников нередко говорят, как о солнечных системах в миниатюре. Проблема вот в том, что конкретно Юпитер, как мы выяснили, даже не удавшийся звездой не назвать. Плюс он еще и достаточно далеко от Солнца. И сколько бы спутников у него не было, на их поверхности пригодных для жизни условий нет. Разве что подо льдом Европы, но нам самим там как будто бы строить базу не очень идея. Ну уж лучше Марс. Но вот если превратить Юпитер в звезду или в звездоподобный объект, это дело поменяет. И так можно будет терраформировать некоторые галилеевы спутники Юпитера. Зажженный Юпитер может нагреть Европу и Ганимет. Растопить их ледяную корку. И в теории в процессе могут выделяться газы. И это создаст атмосферу и гораздо более благоприятные для жизни условия. В этой статье автор Мартин Фок пишет, что в теории такое мероприятие сможет создать на поверхности Европы температуры, сравнимые с земными, а на Ганимеде сравнимые с Марсом. Но, все же, как это сделать? Учитывая, что тут замешаны черные дыры, да еще и манипуляции с ними, можно догадаться, что сценарий очень спекулятивный и он требует ряда допущений. Но тут не ставится вопрос, можем ли мы это сделать. Естественно, нет. Тут скорее вопрос, возможно ли это в принципе. Вот здесь уже все не так однозначно. Автор статьи предлагает затолкать в Юпитер микроскопическую первичную черную дыру. Ну, и первое допущение, которое нам нужно сделать, это допустить, что первичные черные дыры вообще существуют. Мы этого пока не знаем. В реальности черных дыр сверхмассивных и звездных мы уже не особо сомневаемся, а вот с первичными все сложнее. Есть версия, что вскоре после Большого Взрыва во Вселенной могло появиться большое количество черных дыр без появления звезд. Вещество могло коллапсировать в них напрямую. И интересно, что допускается, что такие черные дыры могли быть самых разных масс, от тысяч солнечных до совсем маленьких. В данном случае предлагается найти первичную черную дыру массой в 10 в минус четвертой степени земной массы. Это примерно 6 на 10 в двадцатой степени килограмм, или чуть меньше половины массы земного мирового океана, или около 63 сотых массы карликовой планеты Церера. Мы помним, что черные дыры — это объекты компактные. И при такой небольшой массе радиус такой черной дыры будет всего 887 нанометров, что, если очень грубо, в 100 раз меньше толщины человеческого волоса. Говорю же, микроскопическая черная дыра. В общем, мало того, что нужно допустить, что они существуют в принципе, еще хорошо бы они находились неподалеку. Мы пока не нашли их не то что неподалеку, а вообще нигде. Но в статье приводятся оценки, что в зависимости от некоторых параметров ближайшая такая черная дыра могла бы находиться или где-то в районе облака Уорта, или даже недалеко от Плутона. Тут, кстати, можно вспомнить одну историю, о которой я уже давно рассказывал. О гипотезе, что необычное поведение объектов в поясе Койпера вызывает своим гравитационным влиянием не еще не открытая девятая планета, а как раз-таки первичная черная дыра массой в несколько земных и размером с грейпфрут. Так что такими идеями ученые нет-нет балуются. Но пока мы тут лишь спекулируем. В общем, во-первых, эта черная дыра должна существовать. Далее мы ее как-то должны быть способны обнаружить. Ну а еще нужно ее каким-то образом доставить к Юпитеру. Тут предлагается использовать астероид и сделать из него своеобразный буксир. Разместить на орбиту вокруг такой черной дыры астероид. А затем искусственно в определенные моменты придавать астероиду импульс. Скажем, можно разместить на нем какой-то вариант двигателя. И так менять траекторию движения всей системы, черная дыра астероид. И постепенно подтащить ее буксиром к Юпитеру. Что дальше? Дальше нужно поместить черную дыру в Юпитер. Для этого сначала размещаем черную дыру на орбиту, максимально близкую к Юпитеру. Так, чтобы она время от времени проходила через атмосферу планеты. Постепенно она будет терять орбитальную энергию, как бы падая на планету. И все это может сопровождаться мощными вспышками. И в итоге мы хотим, чтобы черная дыра все время проводила внутри планеты. Желательно как можно ближе к ядру. Когда черная дыра окажется целиком внутри Юпитера, начнется постоянная аккреция. Еще, конечно, большой вопрос, как ее стабилизировать, зафиксировать на нужном месте или на нужной орбите. Не секрет, что обнаружить черную дыру может быть непросто. Особенно если она изолирована от других объектов и скоплений вещества. И мы их обычно видим по косвенным признакам. Например, когда черная дыра поглощает газ из окружающего пространства или объекта компаньона. При этом вещество это нагревается до огромных температур, которые многократно превышают температуры поверхности звезд. Так вот здесь нагревать и заставлять светить Юпитер будет именно этот процесс. Черная дыра внутри планеты поглощает газ и разогревает его, создавая тепло и свет. При этом здесь может устояться определенное равновесие между скоростью поглощения вещества и давлением, которое будет оказывать излучение, производимое в этом процессе. Ну и получается у нас внутри планеты своеобразный гравитационный девайс, который делает планету звездоподобным объектом. Так что в теории такая система может оставаться стабильной достаточно долго. В статье предполагается, что в таком виде спутники Юпитера могут получить условия, пригодные для жизни, на срок от 10 до 100 миллионов лет. После лучше окружить планету мини-сферой Дайсона, а где-то через полмиллиарда лет планету надо будет разобрать, чтобы она не стала слишком яркой. Все это, конечно, звучит скорее как сценарий из научной фантастики, и нам ничего подобное не снилось. Но, по крайней мере, некоторые процессы, которые мы тут описывали, вполне существуют, и можно допустить, что сверхразвитая цивилизация была бы способна на что-то подобное. Может им и искать подходящую черную дыру не придется, а они ее сами сделают. К слову, о сверхразвитых цивилизациях. Мне попадалась идея учитывать стилификацию при поиске техносигнатур или сигналов от других развитых цивилизаций. Добавить ее в список к сигналам искусственного происхождения, поиску всяких мегаструктур, вроде тех же Свердайсона. Если стилифицированные газовые гиганты или коричневые карлики могут обладать своими уникальными сигнатурами. Раз на это мы не способны, может способен кто-то другой, и это поможет нам их найти? В общем, в очередной раз убеждаюсь, что под простым вопросом, вроде «А можно ли поджечь планету?» может скрываться много интересных и далеко не самых очевидных историй. Друзья, хочу сказать, что у меня на ютубе почему-то отключилась кнопка «Стать спонсором», и все, кто раньше на ютубе были спонсорами, ими быть перестали. Но я эту кнопку включил обратно. Если вы хотите меня вновь поддерживать, то можете сделать это здесь, как и раньше, либо сделать это на Бусте или на Патреоне. Напомню, что все, кто поддерживает меня напрямую, каждые две недели получают дополнительное эксклюзивное видео. И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и группу ВКонтакте, чтобы почти каждый день получать дополнительный космический контент и всегда оставаться на связи. Еще раз всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok